добрый вечер дорогие отцы матушки братья сестры продолжаю с вами изучение лестницы мы с вами остановились на третьей степени причем на половинке прошлый раз смогли только половину разобрать степень называется о странничестве то есть о том образе мысли действий слов которые приличен инокам которые пришли в монастырь это состояние непривязанности к земному устремление граду небесного здесь в лестнице нет такого выражения но у святых отцов другие встречал я то старайся быть в монастыре во все дни жизни твоей так же как в первый день в первый день когда человек человек приходит в монастырь он мало кого знает еще не со всеми порядками знаком и очень трепетно ко всему относится и к людям и ко всем вещам и вот надо стараться сохранить такое состояние как чужестранность как будто среди чужестранцев то есть благовейно отношение ко всему если не удается это состояние сохранить тот человек потом начинает злоупотреблять отношениями с другими людьми это называется ну в миру по небрату называется в монастырском житии называется это сваду свободным обращением когда может такая быть расслабленность уже гранище с дерзостью и вот надо стараться сохранять все таки состояние благовения ко всему любовь божия угощает любовь к родителям а кто говорит что он и ту и другую имеет он обманывает сам себя ибо сказано никто не может двума господином работать конечно тут может такое смущение возникнуть ведь есть две главные заповеди о любви к богу и ближним а здесь как будто бы противопоставляются две эти заповеди если кто имеет и к богу и ближним то сказано к родителям куда ближе уже родители то тот обманывается в себя не можно любить и того и другого как же согласовать два этих утверждений евангельскую заповедь и вот мысль святых отцов дело в том что и самого себя мы должны любить ведь сказано возлюбить ближе как самого себя соответственно мы себя должны любить с другой стороны есть грех самолюбие опять казалось бы противоречия но выход из этой коллизии в том чтобы все любить во христе и всех любить во христе любить во христе нужно и самого себя любить в боге нужно и ближе своих и родители и всех родных близких и даже дальних любить надо и природу но тоже все в боге как созданное богом как божие создание и тогда никаких нет противоречий а конкретно здесь говорится о той любви которая не во христе а по земному привязанность к родителям да еще тут имеется ввиду такие родители которые сами не очень духовные которые хотят от своего сына или свою свою своей дочери стремяешься в монастырь они говорят оставайся нам нужно мы хотим внуков понянчить или как раньше вот богатые люди говорили ну куда же столько имения такое остается у тебя такое наследство богатое мы ради тебя все это делали зачем ты хочешь покинуть этот мир пожалей нас пожалей себя не уходи и вот подобные речи говорили некоторые родители некоторых мучеников когда видели что их сын или дочь идут на мучение и они упрашивали отречься от христа и остаться дома в уютном доме с родителями или с детьми с близкими и вот здесь противопоставляется такая любовь что в этом случае если родители не благоволят уходу человека из мира то не нужно их слушать ну где-то можно их и оскорбить в этом плане то есть как имеется ввиду оскорбить ну скорбь какой-то принеси своим уходом но делается это опять по высшей любви к ним по любви во христе зная что когда человек уходит в мир господь посылает ангела своего который печется уже о его родителях о его близких и даже когда родители не понимают этого они препятствуют спасению своего сына следовательно и своему спасению вот нужно не уметь не растрогаться их слезами уговорами а все-таки решительно пойти за христом и только в этом случае мы можем им искренне помочь говорит господь не придох мир во врещи на землю то есть мир между родителями и сыновьями и братьями желающим мне работать но принес брань и меч чтобы боголюбивых отлучить от миролюбивых вещественных от невещественных плотских от духовных славолюбивых от смиренно мудрых ибо господь веселиться о разделении и разлучении бывающей из любви нему бывает так и в миру когда сын решается пойти в семинарию если родители не верующие они тоже плачут о нем как будто бы на войну провожают как будто бы теряют его совсем рыдает и плачет и уговаривают поступить может быть другие вузы чтобы жить трудиться в миру здесь тоже важно не идти у них на поводу знаете и монахов некоторые даже жалеет я помню когда получал водительские права нужно было справку сделать в больнице поликлинике и зашел в кабинет очередному врачу может быть окулисту не помню вот он увидел что я подрядчики с крестом это вы кто из монастыря это что это такое как там люди живут я ему объяснил и весь наш уклад жизненный он интересовался и что мы кушаем мясо нельзя бедные как же мясо нельзя ну и настолько жалеют тех людей которые прощаются с миром и идут за христом такое есть непонимание стороны вещественных плоских людей и если к этим людям относятся родители молодого человека то нужно до их прислушаться идти за богом и потом молясь богу за них можно их обратить ко кресту берегитесь берегитесь чтобы за пристрастие к возлюблен тобой родственникам все у тебя не явилось как бы объятым водами и чтобы ты не погиб потопе миролюбия не склоняйся на слезы родителей и друзей в противном случае будешь вечно плакать когда родственники окружают тебя как пчелы или лучше сказать как осы оплакивая тебя тогда немедленно обрати душевные очи твои на смерть и на дела твои то есть на грехе чтобы тебе можно было отразить одну скорбь другое все наши или лучше не наши лукаво обещаются сделать для нас все что мы любим намерение же их то чтобы воспрепятствовать доброму нашему стремлению а потом уже вовлечь нас своей цели то есть здесь говорится что не надо обращать внимание на слезы уговоры потому что знаете через таких неверующих людей лес или слабо верующих вот родителей может действовать откровенно враг рода человеческого но их не надо осуждать за это но с пониманием отнестись вот все таки пойти за христом и очень часто я знаю по многим братьям в монастыре у нас те кто ушли в монастырь даже без желания со стороны их родителей то потом родители сами приходили к вере и сами потом благодарили их за такую решимость удаляясь от мира мы должны избирать для жительства места лишенные случаев утешению и тщеславию и смиренные если же не так то мы действуем по страсти то есть бывают такие места что имеется ввиду может быть слишком известный монастырь и где куда нас уговаривают прийти и даже говоря что здесь в общем-то безбедна жизнь тут в общем-то все отлажно мирском понимании или что там сейчас вы знаете есть некоторые монастыри очень многолюдные в плане туристов много и все и это может привести к тщеславию поэтому надо смиренные места для подвигов избирать может быть неизвестные монастыри но в то же время должна там духовная жизнь быть налажена хорошо утаевай благороса свое и не величайся своей знатностью чтобы не оказался ты один на словах на другой на деле то есть говорится о том что но это раньше сейчас это реже наверное есть раньше в монастыри уходили начиная от рабов и заканчивая царедворцев и вот князья уходили даже монастыри у нас на руси и поэтому говорится если ты княжеского рода благородный то не надо этого выказывать вот отношения к себе требовать по мирским пониманием почтительного или уничтожать другие которые худородные но сейчас это может как быть человек из высокого сословия допустим интеллигент из ученых какой-нибудь пришел вот и то же время есть простые люди мало грамотные то тоже нельзя этим превозноситься истинное благородство в том чтобы смиряться и других считать выше себя самого никто в такой мере не придавал себя странничеству как тот великий который услышал из иди от земли твоя и от рода твоего и от дому отца твоего и притом был призываем в иноплеменную варварскую землю мы конечно здесь узнаем про отца авраама которому господь явился и дал послушание покинуть родной очень дом тогда надо понимать вот состояние авраама вы знаете конечно не было никаких социальных институтов и особо власти центральной не было и такой родовой общинный строй понятно если ты из своего племени выходе что окружен окружающие племена как правило враждебны и практически себя ты обрекал на уничтожение спасение было только там где сплоченно жили племенами так можно было и голод преодолевать и тем более обороняться от соседних племен и вот господь ему говорит оставь все оставь своего отца любимого мать весь свой дом и иди в землю которые тебя покажу и вот авраам поверил богу это был великий подвиг веры поверил богу и вышел из отчего дома почему господь его вывел потому что в очень доме все таки там почитались божества вот а господь хотел его сделать отцом всех верных и произвести из него великий народ поэтому дал послушание выходить из дому отца вот нам в этом тоже надо подражать иногда господь много прославляет того кто сделался странником по примеру сего великого но хотя сия слава и от бога дается однако ее хорошо отращать щитом смирения то есть когда достается слава от бога слава достается или иноку или страннику ну или священнику то нужно все таки смиренными мыслями водиться и ограждаться от этой славы хотя и бывает даже господь прославляет но все равно надо понимать что господь прославляет за смирение если мы смирение потеряем то и слава вся пропадет так что нужно отращать щитом смирения в этом случае вспоминается в житиях святых один подвижник молился ему явился ангел от бога святой ангел и говорит ему я пришел к тебе от бога меня господь послал а тот говорит ангел подумай хорошо ты наверное ошибся потому что я не достоин чтобы ко мне ангелы приходили тебя может господь другому кому послал и так вот святого смирения оградил такое видение славное когда бесы или люди будут хвалить нас за странничество как виде как за великий подвиг тогда помыслим о том который ради нас снес шел на землю в виде странника и найдем что мы воздать за сие во веки веков не можем видите бывает такое что могут хвалить за подвижничество за странничество но помните как господь о себе говорил он не имел где главы подклонить как он сколько трудился и отдыхал здесь тогда помните вот как пишется когда он спал плыли на корабле буря такая страшная вот это единственное было время когда можно было отдохнуть поспать народа рядом не было и корабль кидая туда-сюда волнами а господь хоть немножко отдохнул поспал это время вот какие господь ради нас нес подвиги и поэтому сравнение с ним наши какие-то может быть подвиги с божьей помощью совершаются это конечно мизерный совсем и таким образом когда кто-то хвалит нас всегда мы должны помнить о великом страннике который с неба сошел на землю чтобы за нас пострадать и всю славу приписывать богу все добродетели свои нужно богу приписывать это его помощь пристрастие какому-либо из родственников или из посторонних весьма вредно она может мало по мало привлечь нас к миру и совершенно погасить огонь нашего умиления эти пристрастие еще раз говорю есть понятие любовь к ближним она должна быть у нас и любовь к родным к родителям любовь к братьям которые в обители или с нашим собратьям священникам должна быть но именно пристрастие а пристрастие оно основывается как правило на знаете подобное тянется к подобному на общих каких-то страстях да вот в миру любят люди там вместе выпивать или там в карты играть или еще что-то вот они вместе друзья это вот пристрастие не любовь к человеку а пристрастие то есть таких людей объединяет не любовь ко Христе а пристрастие к какому-то общему предмету и соответственно друг другу добрый и благоустроенный нрав приобретается многим трудом и подвигом но можно в одно мгновение потерять то что было приобретено и многим подвигом тлятбо обычаи благи беседы злые мирские и непристойные кто по отречению от мира обращается с мирскими людьми или близ них пребывает тот без сомнения или впадает в их дела и сети или осквернит сердце помышлением о них или хотя не сверняясь но осуждаясь оскверняешься и сам с ними осквернится то есть говорится действительно чтобы стать кровьим человеком таким добрым нравом это подвиги многолетние подвиги искорение себя гнева раздражительности самолюбия а потерять можно очень очень быстро и здесь в кавычках помощниками к этому могут выступать мирские люди миряне греховные если подвижник будет среди них обращаться то может охладеть в любви к Богу и пристраститься к их страстям или бывает так просто хотя бы человек задумался о их делах мирских о грехах и так тоже может оскверниться или осудить их то есть может впадать в грехи можно вспомнить из жития преподобного химонаха порфирия киевского он говорил так по-моему в киево-печерской лавре он жил и там были работники мирские наемные работники видимо строители и они между собой общались разговаривали видимо делились какими-то своими мирскими подвигами вот о каких-то может быть своих похождениях и он как-то стал случайным слышателем этого разговора и потом когда уже пошел в келью спать мысли пришли на ум опять и он подумал интересно что за сладость в этом грехе почему так они о нем говорят много и миряне все болеют этим грехом и как-то долго думал над этим и потом на следующий день к нему подошел по-моему наместник игумен и говорит а его тогда Петр звали Петр говорит ты чем-то согрешил может быть тот вспоминает говорит нет ничем не согрешил не обличает меня совесть ни в чем а почему вы спрашиваете и вот игумен говорит ты знаешь я видение видел или во сне или на его говорит в краме ты подходишь к иконе Божией Матери она отвращает от тебя свое лицо ты с другой стороны подходишь она опять отвращает лицо не хочет на тебя смотреть потом ты подошел к иконе весь в смущении а тут появился Антоний Киево-Печерский и апостол Петр и преподобный Антоний накрыл тебя своей мантией и обратился к Престове Богородице Матерь Божия прости его он согрешил по неведению по неопытности своей вот и тогда Престове Богородице сказала что прощаю его грех ради ваших молитв и вот тогда Порфирий говорит смотрите как строго Матерь Божия относится если даже такая мысль об этих каких-то плоских грехах мирских людей вот так скажем осквернила его что Матерь Божия чистая дева не пожелала на него взирать поэтому надо беречься от всяких таких плохих даже мысли соответственно они могут больше появляться если с мирскими много общаться с их делами надо в этом плане быть аккуратным теперь есть подзаголовок он в этой заступении называется сновидение бывающих новоначальников ну почему о них говорит Иоанн потому что вот эту тоску по родному дому по родителям тоскующим по оставленной мирской жизни бывают бесы проводят через сновидение и вот он желает объяснить это сновидение есть движение ума при неподвижности тела мечтание есть обман очей в усыплении мысли мечтание есть иступление ума при бодрствовании тела мечтание есть видение того чего нет и вот он объясняет причину почему он вообще занялся рассуждением насчет снаб когда мы ради господа оставить свои домы и родственников придаем себя отшельнической жизни из любви к богу тогда бесы стараются возмущать нас наведениями представляя нам сродников наших или сетующих или за нас в заключении держимых и другие напасти терпящих посему кто верит нам тот подобен человеку который бежит за своей тенью и старается схватить ее то есть нам доверять ни в коем случае нельзя без тщеславия пророки в снах будучи пронырливы они заключают о будущем из обстоятельств и возвещает нам оное чтобы мы по исполнении сих видений удивились и как будто уже близки близки к дарованию прозрения вознеслись мысль о чем здесь речь бывает такое что без они ну вот знаете бывают вообще врачи такие которые уже могут диагностировать заболевание и даже предсказать что вам осталось жить там ну там неделю там или месяц вот бывают такие люди проницательные которые могут сказать вот если будешь себя так вести вот у тебя вот это может случиться ну скажем плохо будешь учиться ты экзамены не сдашь вот ну тем более бесы они более догадливые им не открыто что-то от бога но они могут догадаться ну допустим где-то в другой в другом регионе заболел человек а бесы между собой общаются там и перемещаются довольно быстро и они могут в сновидении показать им вот твои родные там заболели допустим а потом те сообщают действительно совпадает этот дьявол делал для чего чтобы человек который ушел в монастырь подумал что он уже пророк и таким образом впал в прелесть то есть нам доверять нельзя единственный был случай у меня я об этом тоже говорил на пробке что с нам нельзя доверять а потом смотрю наш один прихожанин дедушка деда Володя он он уехал к родным надолго на несколько месяцев в Новосибирск в город из деревни и в храме не видно потом я встречаюсь несколько месяцев говорю а где вы куда-то пропали вот я работал с толером устроился пахал семь дней в неделю работал я но как же так я же вам говорю надо в храм ходить только пять дней работать а там с воскресеньем чтобы в храм не мне надо было много денег заработать вот я и работал много хотя говорит я видел сон в котором был голос что в воскресенье ходи в храм ну я же помню ваше наставление вы говорили с нам нельзя верить поэтому я дальше продолжаю работать вкалываю вот я говорю ну тут то надо было наверное уже это не то что сну доверить но по крайней мере вспомнишь что действительно надо же и храм ходить вот кто верит бесу для тех он часто бывает пророком кстати еще в той же деревне когда я служил одна женщина мне рассказывала в общем то такая возраст еще не сильно большой лет 50 был на тот момент и она говорит если кто-то умрет в деревне то я во сне это вижу и голоса слышу и мне говорят допустим что не положили в гроб то что завещал положить от покойной или ну еще какие-то дела такие мне каждый покойник является и что-то рассказывать я потом говорю родственникам они говорят точно так и было вот ну когда она мне это рассказала я говорю вы пожалуйста поисповедуйте за всю жизнь это говорю ненормальный дар она-то думала что дар от бога какой-то ну она хорошо поисповедовалась и потом этот дар сразу пропал я потом спрашиваю ну как она говорит не больше ничего не приходит ну это хорошо а то так могла и с ума потом сойти если доверять нам в таком случае то могут потом уже видения быть не во сне наяву можно бесноватым стать так вот а кто презирать его перед теми всегда оказываться лжецом то есть не надо доверять и ничего не сбудется что они предсказывают как дух он видит случающие случившиеся в воздушном пространстве и заметив например что кто-нибудь умирает он предсказывает это легковерным через сновидение бесы о будущем ничего не знают под предвидением но известно что и врачи могут нам предсказывать смерть бесы многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников и представляют нам видение будто мы к ним приходим а когда пробуждаемся то исполняет нас радостью и возношением важно возношением то есть превозношением сие да будет тебе знаком прелести ибо ангелы вот в отличие бесовского сна от ангельского ангелы показывают нам муки страшный суд и разлучение а пробудившийся исполняет страха и сетования ну страха божьего страха погибели если если станем покоряться сновидения то и во время бодрствования они будут ругаться над нами кто верит нам тот вовсе не искусен а кто не имеет к ним никакой веры тот любомудр и так верь только тем сновидениям которые возвещают тебе муку и суд а если приводит тебя в отчаяние то и они от бесов ну то есть говорится что если какой-то сон особенный то посмотреть надо что там если полезно что совпадает учение стык отцов то можно принимать ну а лучше всего конечно мирянам советуйте отцы чтобы они если что-то особенно случилось обязательно открывали это на исповеди и дальше сам священник пусть уже помолится и скажет что из этого взять а что и надо забыть просто ну и нежелательно вообще какие-то особых знак там кому-то рассказывать потому что всегда от гордости идиот человек хочет как-то чтобы его похвалили похвастаться прославиться каким-то образом ну вот сегодня степень третья закончена и ну в понедельник соберемся наверное будем рассуждать по поводу четвертой степени в в в в в в в